Доброе утро! Вас приветствую! Я журналист и ведущая в рубрике, я мама Ирина Начарова. И сегодня я расскажу вам о баклотерапии для грудничков. Плаванием с детками можно заниматься уже с рождения. Очень важно начать заниматься с ребенком, пока ему не исполнилось трех месяцев. В это время он может рефлекторно задержать дыхание, если нырнет под воду. Впрочем, если малыш уже подрос, он тоже может начать заниматься плаванием. Просто ребенку понадобится немного больше времени, чтобы освоиться в воде. Моей дочке Маше 11 месяцев, у нас не получилось заниматься с рождения. Основные виды поддержки мне помогает показывать детский тренер по плаванию Лада Кузнецова. Я знаю, что есть такой вариант поддержки. Подбородок, вторая рука, дыла, и дыла, и дыла, и дыла, и дыла, и дыла, и подбородок. Мы придерживаем его, да, затылочек придерживаем левой рукой, правая рука у нас, держит подбородочек. Большим пальчиком мы слегка можем прикрывать вот этих малышей. Еще один вариант поддержки. Ребенок лежит спинкой на воде. Левой рукой мы поддерживаем затылок малыша, а двумя пальцами правой руки – подбородочек. Ребенок может находиться с нашей помощью в воде в самых разных положениях. Стоя, сидя, лежа, лицом, взрослому и спиной. Оттачивая варианты поддержки, не стоит забывать про главное. Я хочу заметить, что настроение ребенка очень важное. Если он капризничек, лучше сразу прекратить занятие. Да, и постараться его успокоить, потому что с отрицательными эмоциями выходить из воды, в принципе, нежелательно. И так, благодаря занятиям в воде у малыша развивается дыхательная система, ускоряется обмен веществ, укрепляется нервная система, снижается излишний тонус мышц. Благодаря плаванию детишки с дисплазией тазобедренных суставов, отсутствием ядерокостенения, быстрее выздоравливают. Ну, грудничковое плавание, в принципе, имеет общий укрепляющий, озоробительный эффект. Очень полезно плавать при гипертонусе, гипотонусе, значит, укрепляет мышцы спинки, животика, шейки, ручек. При правильном подходе для малыша такие занятия очень полезны. Они развивают мозг, способствуют физическому и психомоторному развитию новорожденного. Во Владимире при некоторых поликлиниках есть детские бассейны. И если вашему ребенку еще не исполнилось трех месяцев, на приеме у педиатра попросите дать вам справку о том, что ребенок здоров и может заниматься плаванием. И приступайте к занятиям. Наташа Базанова плавает с дочкой Машей три месяца. Ребенок уже спокойно переносит проныривание. Если занятия будут проводиться регулярно, через несколько месяцев Маруся сможет поплыть самостоятельно. Ребенок привыкает постепенно. Для начала достаточно полить на лобик малыша воду, предварительно предупредив. Машенька, ныряй. Вот, молодец. Не стоит заниматься, если малыш голоден, хочет спать, капризничает или болеет. Относитесь к грудничковому плаванию, как к еще одной игре. И у вас все обязательно получится. Кстати, месячные детки прекрасно плавают в обычной домашней ванне. На этом сегодня все. Занимайтесь спортом, как наши малыши. И оставляйте свои пожелания на сайте Шестого канала. Всего доброго. До следующего недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова